Что, рачишка, ютуб платить ты не стал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Субтитры сделал DimaTorzok Марагао, вышибатель. Кипяка, падя, не так долго представляет. Возвращение легенды. Или насколько хорош Тар на РМ Уарфейс. А что за веник у тебя на нашивке? Какой нафиг веник, ты опух что ли? Это нашивка Авинав, колясик Слейд. Мы еще с ним, с ДМа дружим. Он там капитан. Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидность Аворк Тар 21 и нашивочка Авинав. Кстати, Авинав, как и Реплс, мои друзья, я болею за них. И, соответственно, прикупил, так сказать, бандл. Вы тоже можете его прикупить. Это дружеская чисто реклама. Вот можете и не их прикупить, а можете вообще не прикупить. Но вдруг, если вы тоже болеете за Реплс, либо за Авинав, ссылка в описании. Вот, можете поддержать ребят, если вам в какой-то мере интересен киберспорт. Им будет приятно, потому что 50% от всего, насколько я вроде слышал, идут им. И, как бы, ребятам будет приятно. А 50 тебе. Пошел в жопу, Кэп, блин, иди ты в, сука, теории и заговоры. 50% мне было бы здорово, если 50% мне. Я бы вообще олигархом был. Но, к сожалению, нет. Я бы тогда вообще всех рекламировал. И арену Старса, и мажоров, и всех. Если 50% со всех этих покупок шли бы мне, то почему бы и нет. Вообще не вопрос. А так нет, ограничимся друзьями. Мы играем с Ктаром. Ктар мне безумно нравится, вы знаете. Поиграл я на РМе с квадроциклом. И что-то, ну, не мое оружие. Су, какой-то он противник. Хат-шок, бэйби, you got owned. То ли дело Ктар, да. Точина, мрачина. Благодарю, Днарина. Не знаю, мне Ктар намного больше, чем квадроцикл нравится. А, понятно. Тактичная игра пошла. Да, мы будем... Ну, расскажи хотя бы анекдот. Кстати, не вопрос. Леди и джентльмены, есть у меня для вас офигенный анекдот. Ну, два школьника разговаривают. Ну, чё, говорит, твоя мама сходила на родительское собрание? Ну, да, сходила. И что? Ничего, Прислаш сказала, если я буду и дальше себя так вести, она отправит меня к бабушке. А в чём проблема? Да, проблема в том, что моя бабушка умерла пару лет назад. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, да. Жёстко, сука. Ха-ха-ха-ха-ха. Так оно и бывает. Тихо. О, пойти, мой сладкий. Где ты, мой хороший? О, так вот. Хэтшот, бэйби. Почина, мрачина. Да, благодарю, Зарина. Он отправился к бабушке. Ха-ха-ха. Ты говорил с почином, ты задолбал, блин, Кэп. Чё ты такой тупень? Это была проверка на запасную хромосому. Ха-ха-ха. Пошёл в жопу. Нормально, ждём. Всё, 4-3 секунды, он не успевает. Врагу не удалось взорвать. Пытался, по-моему, выйти там. Да. Красава. Тактично высидел победу. Тактично, а чё, блин? Высидел, как положено, Кэп. Это подрыв. Это подрыв, это не командный бой и не мясорубка, где надо носиться и искать противника. Когда надо, надо врываться, пушить. Когда надо, надо сидеть. Понимаешь? Всё по уму должно быть. Всё взвешено. У тебя есть конкретная задача. Либо не дать поставить бомбу, либо поставить бомбу и взорвать объект. Всё, всё, больше никаких вариантов нету. Ты либо деф, либо атака. И ты этим должен заниматься. Убивать это просто средство, а не цель. А какого хрена? Чё ещё происходит? Как они здесь оказались? Синьки-то, блин. О, нашего мысла через... А они окно заняли? Блин, это тяжело будет. Окно надо выбивать. Ну или как-то подкарауливать. Я сейчас этим займусь, пожалуй. Я не уверен, что они... Вообще по Е должны спрыгнуть. Так. Натянут мой сладенький. Один у нас где-то вроде как на парапетах. Возможно, кто-то на рынке. И, по-моему, кто-то ещё в окне ещё есть. Ага. Ага, в окне есть. Есть, голубчик. Давай, мой сладкий, выходи. Какого хрена? Команда противника разбита. Красава. Миссия выполнена. Тиммейт помог. Молодчина. Уложуха. Защитите стратегические объекты. Там-там-там-там-там. Ноги в воду. Сейчас в последний время так нравится играть. Кстати, насчёт тактики. Что-то Элиза давно не видно. Кэп, многие, кстати, пишут Элис, что с Элизом. Ребят, всё, что вам нужно знать. Как бы я получил информацию. Да, там один знакомый позвонил до Элиза. Элис в драйве. С ним всё нормально. А всё остальное, я думаю, придёт время. Он вам сам скажет. Что, к чему, как. Так, вот, как я понял, ну, то, что мне известно, он сейчас отдыхает. Вот, отдыхает, 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 отдыхает. Вот, более подробную информацию я не знаю, с одной стороны, да и то, что знаю, говорить не буду, потому что, ну, меня не просили передавать. Вот. Всё, что могу сказать, что человек жив и здоров. Это самое главное, я считаю. А там уже время, пока. Хэтшот. Так. Этот тоже к бабушке отправился. Ха-ха-ха. Да. Баланс. Баланс, да, я к бабушке отправился. Ну, тут дело не в балансе, на самом деле, тут, блин, дело вообще не в балансе было. Он просто тупо стоял в прицеле, как и должен стоять снайпер, а я... А я тупо выпрыгнул, как и должен тупо выпрыгнуть настоящий ебукенти. Так что я молодец. Давай, братуха, давай! Оооо, это сила! Не зря на распродаже старый Максим купил. Хоть где-то он пригодился. Молодец, братуха. Ну, ты с покупкой, конечно, ошибся, но... Тем не менее. Вот реально, блин, люди, которые, представляете, новичок пришёл, и у нас распродажи, их просто тоннами пушки продают. Причём почти по одним ценам такие, более-менее притоповые, и как бы, ну, вообще уже не в авторитете. Они не пойдут за тобой. Да я с вами не пойду. У нас один всего. Братан, ну, может, ты пойдёшь? Ну, я тебя прошу, сука, они там все умерли. Что это за талант умирать на самом заходе у дырки? Ладно. Я буду сам тащить. Их сейчас пятеро будет. Ну, ладно, ничего страшного. Я думаю, шансы есть всегда. Ага. Синька. Не-е-е, это зига, зига, зига идут. Так оно и бывает. Соснута. Соснута, значит, да? Это просто шутка была. Да не, подожди, иди сюда, сука. Гуся в боссы. Граната пошла. Осторожно, граната. Граната. Что за у пинкаперские перетяги? Пошел в жопу, блин. Бесишь ты меня сегодня. Что за счет пинкаперские, блин? Ну, а кэп, противник уже было видно, они там шуршат все надвушки. Какие шансы там что-то сделать? Никаких. Ты что думаешь, я не знаю, как рандомные тиммейты заходят в атаку надвушку? Они там на кулаке все и сдохнут. Просто стоят у кулака и стоят, все. И ссутся зайти. Что бояться, блин? Ты так и так сдохнешь, если не зайдешь. Надо влетать. Они стоят и все. Не, я так не согласен нафиг. Так, я постараюсь, надеюсь, сейчас тут никого нет. Это всрато по-любому. Слишком много ты хитришь, братан. Это лишнее. Кэп, вот чему меня научил соло РМ, это если ты слишком много не хитришь, вы всираете. Если у тебя хотя бы еще один-два человека в команде стреляют, что-то могут, понимают, тогда ладно. Да, можно особо не хитрить. Вы там скооперируетесь, они что-то придумают, ты что-то придумаешь. А когда вот что-то у тиммейтов, либо игра не идет, либо они вообще не соображают, как хрена, то тут надо только хитрить и вообще изворачиваться, выворачиваться. Какие-то вот типа как вот это позиции занимать. Сложные, чтобы сразу не убили. Фейки делать, еще что-нибудь. Хедшот, детка. Смотри-ка, наш один еще на том плане. Ты же понимаешь, что сейчас опять сольешь. Да пофиг вообще, не солью я. Не солью. Там один остался, что-то. Не писай в рюмку, дядя. У нас еще один, это он, выживший есть, медик. Он правда там трактикует что-то. Ну ладно. Вот так, деточка, да! Мы тащим, пацаны, мы тащим, все нормально. Не, ну ктарчик мне очень нравится. Такой он душевный прям. Знаете, такое ощущение, что играешь с тем самым ктаром. Старым. Ну вы знаете, почему-то, когда я вот тот самый ктар был, я его не особо любил. У меня, кстати, по-моему, ктара даже 10 тысяч не набито. Серьезно, да. За все время. А вот этот ктарчик я, наверное, на десяточку-то набью. Он мне реально очень нравится. Офигенная пушка, офигенная. Правда, вот именно этот прицел почему-то заходит. 1-4 не заходит. Тот, что от АМБ, тоже не заходит. Вот почему-то с этим классно играется. Мне, кстати, Соклам подсказал, говорит. Я тоже играл с АМБшным прицелом. Почему-то с ним хуже идет на ктаре. Вот этот телевизор вообще офигенный. Давай, братан. Только гранату не кидай. Но обычно на АРМе не кидают гранату. Отлично, да. Так и было задумано. Причем самое интересное. Во! Мы победили. Даже часто на... Придумал тебе новый ник. Магистр тактики. Да, капитан стратегии. Кап, блин. Ты как выдашь, так выдашь, блин. Так, ладно. Ну давай, пацаны. Давайте. Лашу корону единичку. У вас хорошо здесь получается. Где вы? Давай, давай, давай. Нет, смотри-ка, они на двушку пошли. Нифига, пацаны, тоже тактиковать решили. Ладно. Стратегия и тактика, я согласен. Блин, а кстати, они очень неправильно поступили. Они должны были уже быть на пленту, потому что там всего один тип был. Это же было очевидно, что мы не отбиваем сразу. Но они боятся. Вот это, я говорю, типичная проблема соло-РМа. Люди просто не заходят на плент. Они боятся. Они сутся, откровенно говоря. Они вот там на кулаке где-то умирают и все. Ну, они так и не зашли. О, ты смотри-ка. О, пацаны, голубчики. О, паньки, да. И вот там последний. По-любому. Да, спалился. Мы уничтожили ответ. Еее. Победа за нами. Вынужден признать. В пассивном стиле ты силен. Ну ты, сука, ты вообще сегодня ты просто. Чего ты сказал? Какой пассивный стиль слышишь ты? Актив-пассив. Ты чё, блин, не лопух, что ли? Ты чё такой открой? Нет, ты мне объясни, я не понял. Чё эти слова знаешь, как пассивный стиль? Ты вообще-то, это чё тебе, Европа, что ли, или чё? У нас такие шутки не принимаются, дядя. Сосинута. Сосинута.